Стреляли все время. Кто стрелял и как стрелял, он как где-то далеко. Но когда уже начали стрелять, реально, сур, могила, от нас находится в 4 километрах. То есть, грудела все. И земля, и собаки бегали, лаяли, люди в панике. Таксист приехал знакомый, придавать быстро, потому что, я не знаю, успею тебя довезти или нет. То есть, кем-то. Ну, стало реально страшно. Из Донецкой области Татьяна и Анатолий уезжали под обстрелом. Автобус несколько раз атаковали. Чудом удалось добраться до российской границы. Теперь все опасности позади. В Лантеевке они строят новую, мирную жизнь. Анатолий в прошлом шахтер устроился водителем такси, а Татьяна пока сидит с детьми. Детям тяжело понять, почему взрослые вдруг стали играть в войнушку. Люди провели референд. Люди хотят самостоятельно. Люди хотят сами жить. Зачем их убивать? Правильно? То есть, не хотим мы с вами жить, не хотим мы жить с вашей властью. Провели референд. Поставьте на спокойствие, обрежьте там свет, воду, газ, что угодно. Но не надо же убивать, стрелять, бомбить. Я думаю, что те люди, которые там остались, они правильно все делают и защищают свою строгу. Сын Женя пойдет в третий класс не в родном городе Снежном, а в Ивантеевке. Вместе с мамой он заново учит буквы, ведь в украинской школе он проходил не родную речь, а ритмомову. Все предметы приходится осваивать заново. Программа обучения сильно отличается. Свои двери для Жени открывает вторая школа. Власти Ивантеевки позаботились, чтобы 26 детей беженца смогли учиться в городских школах. Трудности возникают с чем? Сегодня как раз обращался мужчина. Нет статуса беженца, нет регистрации. И мало того, что школу мы можем принять только с условием, если у них переведены документы. Вот это одна из проблем, которая возникает. Документы не переведены на русский язык. Они спрашивают, как это можно сделать бесплатно, потому что я понимаю, что это стойность. Мы ответить на этот вопрос пока не можем. Устроить детей в школу – это только одна из проблем на новом месте. Куда сложнее найти жилье и устроиться на работу. Ивантеевка, как и Московская область, больше не может принимать беженцев. Вместе с Москвой, Петербургом и Крымом они исчерпали квоты на прием. Федеральная миграционная служба планирует за свой счет отправлять беженцев в другие регионы страны. А социальные службы будут работать с теми, кто успел приехать раньше. Социально Московская область беженцев не принимает больше. Поэтому, наверное, речь идет о том, что нужно обустроить тех, кто сюда приехал. И, в общем, есть люди, которые еще совершенно точку опоры не обрели под ногами. Они еще сейчас в поисках, пытаются решить свои проблемы. И задача, наверное, все-таки – помочь тем, кто сюда уже приехал. По данным Федеральной миграционной службы, число украинских беженцев в России составляет около 500 тысяч человек. Другую цифру – 700 тысяч. Приводит Организация объединенных наций. Очевидно одно – количество вынужденных переселенцев будет увеличиваться, пока стороны не договорятся о примирии. На сегодняшний день в Ивантеевке зарегистрированы 163 беженца. Дарья Соколова, Сергей Денисов, Анна Белова и ТВ.